Дуэль 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 25-й Энвер Рахимич, 17-й, сейчас я посмотрю, одну секундочку, Лысенко, да, Данислав Лысенко, 8-й Юрис Лайзенс, 7-й Игорь Яновский, 19-й Спартак Губнев, 9-й Фредрак Ранджелович и 12-й Владимир Кузнечев, состав ЦСКА, я уже сказал, что капитан команды Сергей Тимак, и Зенит, тренера я уже представил, Павел Садырин, и Зенит, Юрий Морозов, вот предлагает нам такой состав, Вячеслав Малопеев, 16-й номер, вратарь, 4-й, Таркис Австепян, 14-й, Константин Лепехин, 20-й, Алексей Катульский, 13-й, Денис Угаров, 33-й, Максим Деменко, это небольшой сюрприз, хотя, в случае, для меня, мы знаем, что Деменко был травмирован долгое время, 24-й, Борис Горовой, 10-й номер, Андрей Кобелев, капитан команды, 6-й, Александр Спивак, 15-й, Андрей Аршавин, и вот сюрприз-сюрпризов, под 11-м номером, сегодня в стартовом составе Зенита, Александр Кержаков, много говорили о том, что этот нападающий травмирован, вот, кстати, он сейчас был с мячом, но мяч у него выбили из-под ноги, это сделал Лысенко, так вот, Кержаковы, Кержаковы говорили долго, что он был травмирован, выясняли, произошло ли это в кубковом матче с Кубанью, или травма случилась уже на тренировке, кто-то говорил, что началось сейчас небольшое повреждение в кубковом матче, а потом добавил Кержаков на тренировки, но совершенно не было никаких сомнений в том, что он на поле не выйдет, и вот, однако, Кержаков на поле, и бесспорно, это усиливает линию атаки хозяев поля, кстати, вот сейчас они подают угловой, делать это будет Кобелев, и Кержаков за ним внимательно здесь в штрафной площади следил Беркетов, и удар мимо ворот. Александр Беркетов сегодня, судя по всему, займет место последнего защитника в составе ЦСКА, он очень удачно сыграл, выйдя на замену в прошлом матче, ЦСКА, правда, не смог переиграть Сатурн, матч закончился со счетом 0-0, но вот Беркетов на 27-й минуте, заменивший травмированного Корнаухова, сыграл очень надежно, сегодня он в стартовом составе, и, как я уже сказал, скорее всего, займет место последнего защитника, потому что Лайзенс или Лайзенс, вот один из двух, один из двух, пока что я вижу все-таки, что Беркетов играет чуть с краю, а Лайзенс, вот он с мячом, все-таки Лайзенс, Либеро ЦСКА в этом матче, собственно, Садырин его использует уже вот на протяжении довольно длительного времени, именно в этом амплуа, хотя брали этого футболиста из Рижского сконта, ну, с другой позиции, а это уже сильный удар от Кипиана, это Либеро от Зенита и капитан ЦСКА Симак отправляет мяч на половину поля хозяев стадиона, аутбрасывают армейцы, вот как раз именно Беркетов, в прошлом игрок Волгоградского ротора, аутбросил, и Кобелев, подперед направление Аршавина, Аршавин, как удачно играл Аршавин, правда армейцы показывают арбитру Егорову, что он подыгрывал себе рукой, давайте посмотрим, вот хороший пас Кобелева и Аршавин, которого в последнее время критиковали за то, что он растерял форму и не так хорошо выглядит, как по началу, как по ходу этого сезона в последнее время, но вот продрался, продрался, правда, повторяю, армейцы показывали, что Аршавин подыгрался рукой, судья оставил это без внимания, и еще раз Кобелев подает угловой. Высокий Деменко там пытался пробить, но мяч до него не долетел, а точнее сыграл не менее высокий Рахимич, Элвер Рахимич. Высокий Деменко на правом фланге, а это уже Симак, скажем так, полноправный владелец этого фланга, и нарушение против Яновского. Яновский отбыл дисквалификацию, не играл он против Сокола, и вот Поланс Фил сейчас пытался ворваться в штрафную соперника, но был сбит почти на последнем рубеже, Сивак сыграл грубо, армейцы разыграли, и Ау будет бросать в футболисты Зенита. Спонсоры трансляции матчей Чемпионата России по футболу нефтяные компании «Лукойл», «Сибнефт», «ТНК», «Юкос». И по направлению Катульского, вот, обратите, Киржакова, Киржаков идет в обыгрыш, подача. И вот довольно резко, довольно резко, по-моему, здесь был Аршавин, сыграл во вратарской площади против вратаря Мандрыкина. Смотрим повтор, Киржаков проходит по краю. Вы знаете, даже такое впечатление, что больше досталось Мандрыкину от своего игрока, нежели от Аршавина. Так что даже, по большому счету, Аршавин здесь вовсе ни при чем. И вот уже какое-то указание 13-м номеру. Тут Денис Угаров. Вот Морозов, видимо, что-то его не устраивает. В организации игры команды, вот, первые 5 минут этого матча вносят Юрий Морозов какие-то коррективы. Мандрыкин, вратарь, молодежный сборный. Ну, как здесь не напомнить, что очень важная игра в Москве 5 октября предстоит нашей команде, команде Валерия Газаева, решающий матч молодежного чемпионата Европы. Решающий матч молодежного чемпионата Европы командой Швейцарии. Да, все для нашей команды вот решается в этой встрече, которая будет предварять игру главных сборных России и Швейцарии 6 октября. И игру России и Швейцарии 6 октября вы увидите, конечно, в прямом эфире на канале ОРТ. Тем временем выяснилось, что с Мандрыкиным все нормально. Сильно вел мяч в игру. Там Ранджелович поворот на втором этаже. Еще раз хорошо так скидывал мяч Гогниеву. Гогниев, Спартак Гогниев сегодня в стартовом составе. Ну, тоже небольшой сюрприз. Может быть, вот я так прикидывал для себя составы, но я скорее видел в спаре с Ранджеловичем Монарева на острие атаки ЦСКА. Но Монарев сегодня в запасе. А вот Гогниев, который в последних матчах как раз чаще выходил на замену, сегодня играет с самого начала. Сейчас вот именно он упустил мяч за боковую. Будет сбрасывать Денит. Если будет пауза, я вас познакомлю и с резервом той и другой команды. Смотрите, сколько угловых уже подал вот за эти первые 5-7 минут Денис. Подает угловые Кобелев. И вот сейчас именно он поборолся на левом фланге. И он же выполнит этот удар. Или разыграет. Разыграет Спиваком. Вот Спивак, в общем-то, играл на позиции крайнего полузащитника. Сейчас его как центрального кавдека используют чаще и чаще Морозов. И надо сказать, что Спивак, ну и на той-то в своей позиции смотрелся неплохо. А вот, на мой взгляд, в новом фланге еще и прибавил. И Кобелев придется сейчас, приходится бежать уже на другой фланг. Потому что именно Андрей выполняет угловые из того и другого угла. Ну, говоря о Кобелеве, достаточно вспомнить, что первый свой мяч в чемпионат Советского Союза он забил в 85-м году. Все повидал этот футболист. Быстрая контратака армейского клуба. Лусенко идет вперед. Немножко промедлил и дал Аршавину себя догнать. Видите, как активен Аршавин. Аршавин и впереди, и в середине поля. На правиле сейчас нарушил правила. Пробьет Яновский. Я сказал, что Яновский пропускал матч с «Соколом» из-за дисципликации. Но, собственно, и Лусенко тоже. И вот сегодня они в стартовом составе и тот, и другой. Ну, вот более-менее все нормально у «Зенита» в линии атаки, потому что, повторяю, играет Кержаков, а тоже здесь в Питере вот возникали такие сомнения, кто будет забивать, кто будет стыковать у нашей команды. Но вот с появлением Кержакова все встал на свои места. А те проблемы, которые испытывает ЦСКА в обороне, они, в принципе, остаются. Потому что потрясающе фантастическое количество травмированных у ЦСКА вот на этот момент. Кобелев. Кобелев хорошо поборол, потому что он схватил мяч в руки. Ну, правда, дождавшись ЦСКА арбитра, пробьет штрафной, но очень недоволен Кобелев тем, как его атаковали армейские футболисты. Нижегородскому суде Егорову приходится его успокаивать. Успокаивать ветерана, который вот вступил в пичку. И с Лайзенсом, а потом сюда подбежал еще и Ранджелович. Но штрафной удар Кобелев будет навешивать. Хороший такой навес, типичный Кобелевский навес, но вот промахнулись, промахнулись нападающие Зенита. Вот повтор и немножко не дотянулся до мяча сейчас. Это был Катульский, подключившийся в атаку защитник. Игра по правилам. Я начал говорить о линии обороны ЦСКА и тех проблемах, о тех травмах, которые вот у команды Павла Садырина. Но вы знаете, очень интересно, в общем-то по фамилиям и та линия обороны, которую мы видим сегодня, это Лайзенс, Беркетов, Ептиков, Яновский. Другой бы клуб подавидовал. Вот подача на ворота Малафеева. Как опасно сейчас было в Ротарской площади. Нет, удар от ворот. А это так пытался Гобнев ловко кинуть мячному партнеру. Вот смотрим еще раз. Нет, углового, конечно же, нет. Удар от ворот, мяч ушел за линию от ноги нападающей, одного из футболистов нападающей команды. Так что Бобнев зря возмущается. Тимак довольно рискованно пошел. Судья расценил этот эпизод так, что опасно играли против Тимакана. Наверное, так. Так вот, такая убедительная линия обороны у ЦСКА. Но это вспомните, какие защитники у них травмированы. Сейчас закончится этот эпизод. Но промедлил Гобнев. Можно играть, показывает арбитр Кобелев. И вот трое на трое, если Кобелева не догонит, по ходу дела. Кобелев делает пас, но немножко постельнее. Если в мяч зашел до Киржакова, тот оказался бы один на один с Беркетовым. И при такой скорости, какую имеет Киржаков, вполне мог здесь посустизаться с Беркетовым. Начинаются тут петарды за воротами ЦСКА. Вот первый взрыв. Ну и с этим, как не вспомнить, прошлогодний матч. Здесь на стадионе Петровский. В столкновении армейских болельщиков с ОМОНом, после которого и были убраны пластиковые кресла вот из этого сектора. Сейчас сектор оголился. Приделись ради, надо сказать, что на противоположной трибуне, где ленинговские ультраз расположились, эти пластиковые кресла исчезли гораздо раньше, еще до прошлого года. Так вот из защитников травмированных это Варламов, Корнаухов, Минько, Соломатин. Соломатин здесь видел, у него ужасная травма. Такой с забинтованной рукой. Там проблема включится, если не ошибаюсь. Короче, Соломатин выбыл до конца сезона, выбыл нападающий по полу у ЦСКА. И благо так этот клуб усилился в перерыве между первым и вторым кругами. А то вообще бы была бы аховая ситуация. Ну а сейчас есть кого выпустить на замену. И об этом говорит вот хотя бы перечисление фамилии фаболистов, которые сегодня в стартом составе. Нарушили правила в атаке армейцев тем временем. Такое продолжается, ну не скажу, что уже полное бесчинство, но некий намек на бесчинство за ворота Мандрыкина. Сегодня две с половиной тысячи милиционеров и ОМОНовцев мобилизованы вот на этот матч. Вообще антураж довольно интересный. И вот кусочки этого антуража вы сможете увидеть завтра в программе ОРТ на футболе. Завтра мы где-то в районе полночи выйдем в эфир. И там будет специальный отчет и об этом матче. Антолий Федорович вышивец, видите, на ваших экранах. На ваших экранах. Но я разговаривал с вышивцом перед началом матча. Он не по футбольным делам сюда прибыл. Прилетел по приглашению Кирилла Лаврова, его давнего друга, на театральную премьеру. Ну а болельщики московского «Динамо» ждут. Впрочем, чтобы никого не обижать, не буду развивать эту тему. Ну здесь, вы знаете, такая довольно активная реакция трибун. Здесь по ходу матча сообщают результаты других игр этого тура. Это одна из пяти игр тура. Но в тот момент, когда вы сейчас смотрите этот матч, уже игры будут закончены. Поэтому я не думаю, что по ходу матча вам стоит говорить о том, как развиваются события на других стадионах. Скажу лишь, что завтра на завтра перенесены три матча тура с участием тех наших клубов, которые участвуют в розыгрыше Кубку ИФА. Ну а точнее, участвовали в розыгрыше Кубку ИФА. Анжи играет с черноморцем, торпеда с ротором. Ну и динамцы, которые продолжают борьбу за евро-трофей, сыграют дома командой торпеды ЗИЛ. Это вот три завтрашних матча. И о них мы тоже завтра вам оперативно расскажем в программе на футболе. Тем временем у нас здесь на стадионе Петровский позади 15 минут матча Денис-ССК. И вот пока такая идет позиционная борьба. Я бы не отдал преимущества ни той, ни другой команде. Но может быть самым опасным моментом был несостоявшийся выход на ворота ССК Аршавина. Скорее всего, игра довольно жесткая. И желтую карточку вот показывает межгородский судья. Там кому-то из армейцев. Так, это Яновский. Да, Яновский там вдали от нас. Он, как видели, похож на Лайзенса. Но да, Яновский. Пришло время большого футбола. Лукоил, Сибнефть, ТНК и Юкос дарят вам красивую игру. Игру по правилам. Ну вот, за это время ничего не произошло на поле. Заслуженную желтую карточку получил Яновский, потому что Угаров от него пострадал. Все это время пролежал он на газоне вот эти несколько секунд, пока шла реклама. Выбежали врачи с заморозкой и Угаров снова в строю. А это играет надежный Беркетов. Смотрите, как хорошо подстраховал своих партнеров и делал передачу неплохую вперед Ранжеловичу. Тут подплатил мяч Лысенко. Пас по левому флангу Кузнечев. Но аут, аут от ноги Кузнечева будут бросать зенитовцы. Я говорил о турнирном положении команды. Зенит занимает третье место, опережает армейцев, которые на седьмом месте на пять очков. Но нужно учесть, что у Зенита еще и граф за пати. Зенит провел 24 матча ЦСКА 25. И вообще, если, ну, на мой взгляд, сейчас перед ЦСКА стоит задача побороться за место в зоне ИПА за бронзовые медали, хотя многие говорят, что, в общем, ЦСКА сейчас уже такую задачу перед собой не ставит, что главное наиграть команду вот на будущий сезон. Но нет, все-таки я разговаривал с армейцами, и, конечно, они спят и видят то, как они будут играть вот в Кубке ИПА. Но борьба теперь разворачивается за единственное место. У нас осталось одно место в Кубке ИПА, которое занимает бронзовый придет чемпионата. Еще одно место по ним получает обладатель Кубка. А вот что касается «Зенита», тут, в принципе, реально можно претендовать и на серебряные медали, ведь разница с локомотивом всего два очка, у локомотива 45, у «Зенита» 43. Поэтому разговор о том, кому нужнее победа в сегодняшнем матче, в общем, наверное, особой почвы под собой не имеет. Тем временем Кузьмичев почти с угла штрафной то ли бил поворотом. Нет, была передача, и снова передача. Кузьмичев в третий раз играет и гол! Тимак отправляет мяч в «Сетку». Что-то очень странно, странно сыграла оборона «Зенита». Кузьмичев надесил один раз, мяч ему вернулся, потом Кузьмичев получил мяч во второй раз, тут прострел низом, радуется Павел Садырин. И так усыпив бдительных защитников вот такими передачами в центр штрафной, Кузьмичев, видите, вдруг взял и сделал передачу ну на угол почти вратарской площади. Прыгал к огне в голову. Я не знаю, не достал он мяч или так умело видя, что спиной у него капитан, Тимак пропустил мяч своему капитану. Не знаю, так или иначе, Тимак пробился разворота и, в общем, удар был не очень сильный, но с близкого расстояния думаю, что у Малатеева шансов не было у вратаря «Зенита». Хотя, в случае, он даже не прыгнул. Вот такое начало этого матча. Ну вот как тут не вспомнить, сейчас нарушение правил снова против Кобелева. Обижаюсь сегодня Кобелева, футболиста ЦСКА. И на эстраж штрафной пробьет уже не он, а спивак. Местел на фланг для выполнения штрафного удара. Да, вы смотрите как. Мне кажется, что так замешкался, промедлил с выходом из ворот сейчас Мандрыхен. А тем временем вот желтую карточку. Желтую карточку получает там кто-то из футболистов «Зенита» на правом фланге. что там, судя по позиции, это должен быть. Так, не знаю, сейчас разберемся. По-моему, там Горовой получил желтую карточку за то, что руки распускал. А это уже вот Малатеев вовремя вышел и забрал мяч прямо у линии штрафной площади. Да, поправлюсь Угаров. Угаров получил желтую карточку. Продолжается атака «Зенита». Ранджелович перехватил. Да, грубо грубо сегодня играют и армейцы, и зенитовцы. Такая жесткая борьба. Кстати, трибуны переполнены. 22 тысячи вмещает Петровский и 22 тысячи сегодня присутствуют на матче. Все билеты проданы. рука. Рукой сыграл «Спартак» Гогниев. Таркет Остепиан очень надежно он играет. Вот пока мы видим тут спину Таркета Остепиана надежного последнего защитника «Зенита». Тут какие-то происходят события в штрафной площади. Да, там травму. Травму получил Лайзенс. Юрис Лайзенс. Центральный защитник. Игра по правилам. Вот вы знаете, сейчас Лайзенс покинул поле, но лишь для того, чтобы снова на него вернуться. Травма не оказалась серьезной. Он держался за голову. Остепиан бросает аут. Я начал говорить о том, что это очень надежный защитник. Он любимец питерской публики. Единственное, о чем они просят постоянно Остепиана, что не нужно демонстрировать технику вблизи ворот, показывать себя. Ждут более простой от него игры. Но, наверное, вот такая армянская кровь с артистом Остепиана. Мы знаем темперамент армянских футболистов. Не всегда он сдерживает себя, хочет проявить в красивой игре. Но посмотрим, что будет сейчас. Как легко мимо него прокинул мяч Кузьмичев. Пошел дальше, но там хорошо подстраховали Шартистяна. А вот защитников партнеров по обороне. СССР сегодня очень удачно Беркетов стракует. Я сказал, что у Зенита получил желтую карточку угаров. В предыдущем эпизоде мне нужно уточнить, Львиновский или действительно это был, действительно ли Львиновский получил предупреждение, а не Евтиков. по-моему это был Геновский я это уточню. А тем временем какая хорошая подача спивака с левого фланга. Да. Мог забить Кобелев. Но пробил как-то вниз. Ну правильно бил вниз такой довольно опасный удар для вратаря всегда, когда мяч идет рикошетом от земли. Но здесь можно было бы честно говоря наносить и прямой удар по воротам. Ворота были очень близко. Ну вот спивак я говорил о том, что он по задумке тренера последних матчев смещается на линию центрального полузащитника. Сейчас он действует против Симака вот на левом фланге полузащиты Дениса. Оттуда он бил штрафной, оттуда он сейчас сделал передачу Кобелеву. А Симак пошел в центр. Ой-ой-ой-ой. Техника тима-качества довела, но атака продолжалась. Атака СССР продолжалась, все это закончилось тем, что сильно выбил мяч Лепехин Вау. Да, я вот уточнил у питерских коллег и действительно я был прав, был прав в своей поправке. Скажем так, вот за ту грубость на половине поля Дениса наказан все-таки не Генов и А Ептиков. Так, еще один из стройки белобрытых футболистов составит СССР. один из них Лайзенс, еще один Ептиков и Еновский. Лайзенс делает передачу положения вне игры. Сразу три футболиста СССР оказались в обстайде. Да, ну что же, вот примерно 25 минут прошло с начала этого матча на стадионе Петровский и Денис и СССР. И хозяева проигрывают. Первый пока единственный мяч в сегодняшнем матче забил капитан ЦСКА Сергей Химак используя очень хорошую передачу Кузьмичева. Продолжает отковать ЦСКА вот Кузьмичев по своему левому флангу шел, но там очень удачно у него угаров мяч отобрал и сразу перевод на спивака. Спивак подает очень опасные подачи спивака. Мы знаем какие передачи может справа делать Аршавин и Зенит. Вообще Зенит в основном строит свою игру на таких фланговых атаках. Физическое состояние футболистов, а Зенит одна из наиболее хорошо физически подготовленных команд в нашем высшем дивизионе. Вот позволяет так вести атаки быстрые прорывы по флангу и навес. часто навес идет не верхом а такой имеет бит прострела. Сегодня мы видели как и держаков это делает как делает это спивак в предыдущем моменте. Деменко открывает в центре поля но Кобелев предпочитает отдать налево. Снова один Симак он получает мяч от горового. Играет с Кобелевым. в кубковом матче с Кубанем который Зенитовы играл 3-2 вы наверное знаете Кобелев забил два мяча. Правда один мяч в чужие другой в свои ворота. Подача казалось что мяч уже летит в ворота летит в девятку армейских ворот вот смотрим повтор как элегантно прокинул себе мяч Кобелев подача и просто влетел в вратарскую площадь Мандрыкина Максим Деменко но немножко не хватило как Деменко может сыграть главой мы знаем Кержаков пока не так активен а вот это уже Аршавин Аршавин играет Деменко но можно забивать удар и мяч влетает точнехонько а точнее вползает точнехонько в шестерку очень здорово разыграли эту комбинацию зенитовцы видели как Кержаков оставил мяч Аршавину ну а тот великолепным пасом нашел Деменко ликует Петровский счет 1-1 да думаю что мы не ошиблись предлагаю вам сегодня именно этот матч хотя собственно выбор был небольшой совершенно определенно что матч Дениса СК центральный матч 26 тура вот 30 примерно минуте мы уже имеем 1-1 Димак открыл счет и Деменко счет сравнял Говоря о взаимоотношениях Морозов и Садырина работая в разных клубах они естественно время от времени встречались между собой и с командами так вот надо же такому случится что Морозов фактически учитель Садырина ни разу у Садырина в таких дуэлях не выиграл может быть сегодня но пока что ничья пока что ничья и я бы не отдал преимущество ни той ни другой команде хотя вы знаете вот последние минуты впечатляет меня как в центре поля в основном от усилиями Кобелева Стивака вот так создают атаки и вот того же Аршавина который сейчас с мячом создают свои атаки Зенитовцы правда сейчас закончил с тем что Яновский прервал передачу а вот так играет на последнем рубеже Аптепян обводить не стал я его предупреждал я сейчас недоволен Ранжелович своим партнерами потому что он призывает армейцев к прессингу но недавно Ранжелович в клубе может быть еще не знает что прессинг это в общем не армейская игра в отличие от Зенита который очень-очень часто использует этот тактический прием Аранжелович в предыдущем эпизоде перекрыл Аптепян а тот спокойненько отдал партнеру по обороне который был рядом и которого никто не отстаковал против которого никто из армейцев не прессинговал а вот так отбирает мяч Кобелев горовой и сильно забрасывает мяч на все того же спивака спивак догоняет вы знаете видели как технично сыграл спивак не стало в ситуации это было сложно он еле-еле спас мяч от выхода за линию поля и тем не менее не стало особо обрабатывать я очень так элегантно и изящно навесил на ворота по-моему неожиданно для защитников ЦСКА и вот еще одна эта атака и снова все через спивака перед матчем я летел из Москвы вместе с Владимиром Беремеевым знаменитым футболистом в прошлом а сейчас таким ну скаутом тренером в украинском футболе и он сказал что летит специально посмотреть на игру спивака правда он сказал что его интересует новый амплуа спивака но пока что мы видим спивака в старом амплуа крайнего полузащитника спонсоры трансляции матчей чемпионата России по футболу нефтяные компании Лукойл Сибнефт ТНК Юкос но сейчас может быть будет у меня время сказать о резерве тем более что поставить ЦСКА в запасе ЦСКА Максим Боков некогда любимец Питера но сейчас он не попадает в основной состав ЦСКА может выйти на поле сегодня но вот помимо братаря Баранова ЦСКА в запасе Кулис Боков Телефенков Поксенов и Монарев Дальну горовой по джентльменски отправляет мяч за боковую линию и запас Зенита судя в том что болен второй вратарь Дмитрий Бородин Питерский и поэтому у них сегодня в запасе Сергей Лохев вратарь а также Лазарев и Гонин в недорезах Горшков Попович и Астапьев Попович на встрече Геннадий Попович мощный центральный нападающий Зенита в пятницу на специально организованный здесь на суде Петровский встреча с болельщиками Зенита пообещал сегодня запить но пока что такой возможности у него нет по той простой причине что не попал в стартовый состав может Попович как и все думали что освободится место Кержакова но Кержаков на поле травма излечена и вот такой стык довольно жесткий стык был вот в игровом эпизоде и разборка продолжается уже и после стыка арбитра и единственное что меня волнует как бы это не перекинулось на трибуны я говорил о том что горячая кровь у стартиса Степиана и вот его сейчас просто так фактически приобняв один из двух боковых арбитров просто оттащил от этой вот кучи видимо Степиан там был заводилой но нет выяснение отношений продолжается вот особенно между Гогниевым и Аптепианом но Гогниев тоже строй бурлит пока что оправдывается прогноз Анатолия Вышевца и сейчас будет предупреждены вот получил Кузнечов предупреждение и Аптепиан Зенита кстати мой прогноз тоже был 1-1 Анатолий Вышевец говорил сейчас промелькнул на ваших экранах я тоже делал воображаемую ставку на 1-1 вот пока что оправдывается прогноз но посмотрим что будет дальше мне почему-то кажется что голы или хотя бы один гол сегодня снимать еще будет почему-то не знаю Кобелев как борется Кобелев по всему полю но сейчас правда его довольно четко и жестко встретил Евтиков он же аут бросил отошел назад по бороться в центре поля Ранжелович бросает аут там угаров что он бросать некому открывается Кобелев но рядом с Кобелевым кто-то дежурит Яновский Деменко автор ответного мяча но так приблизились приблизились немножко знаете на манер американского футбола приблизились зачетные линии соперника такое то что вы сейчас видели это бывает редко но все же бывает в большом футболе неправильно ввел мяч в игру угаров обычно в таком случае орбитер передает мяч команде соперницы но сейчас почему-то я попросил угарова повторить и тот ввел мяч в игру как борется активно Аршавин и не менее активен Лысенко и снова аут расположились на половине поля ЦСКА генитовцы мог пробить немножко не успел на эту подачу Аршавина Кержаков ударов играл головой направление Аршавина да армейцы защищаются жалко что я с самого начала матча не стал считать сколько раз футболисты падали на газон и вот так сколько таких вот задержек было по ходу матча сейчас прихрамывает Беркетов но вот этим рукопожатием Аршавином Беркетов словно демонстрирует что ничего страшного это был игровой момент все в порядке Лайден пробьет штрафной да Беркетов получил разрешение от арбитра и снова входит в игру Лайден пробил направление Листенко а там уже Гогнев потерял ориентировку и уже Деменко мяч подобрал снова висит накладка опасная игра показывает арбитр вот видите очень жестко Игра по правилам ну вот смотрите могут ли быть претензии к арбитру сегодняшнюю матчу он вроде бы делал все чтобы приостановить вот эту остановить эту жесткость футболистов по отношению друг к другу сказал же четыре желтые карточки но видимо этого недостаточно не жалеют друг друга это казалось бы играть с удовольствием хороший газон хорошая погода футбольная но слишком вот такая ставка до конца чемпионата СССР осталось пять матчей вениту шесть игр и команды решают свои задачи вот такой жесткой борьбы эти задачи видимо не решишь обеспокоен Юрий Морозов ну а сейчас спорта беспокоится Павлу Садырину потому что поле покидает его капитан Сергей Симак именно он получил удар по ноге Симак прихрамывает его партнеры выполнят штрафной Яновский бьет в дальний угол очень хорошо но надо сказать что Малафеев контролировался если мяч летел в угол думаю Малафеев бы его парировал но так или иначе удар Яновского был неплох Гогнев попытался заняться своим любимым делом тут убеждал арбитра в том что Малафеев задел мяч значит должен быть угловой но судя на это никого внимания не обратил а вот вы видите по-моему тут начинается зачистка в том секторе где расположились болельщики ЦСКА и под болельщиков Генита вот там за воротами Мандрыкина отделяет такой металлический забор но второй преграды вторым забором сейчас стали ОМОНовцы видим там какое-то напряжение возникло между двумя секторами вернемся на поле держаков играл на Кобелева но против Кобелев сегодня Диновский не отходят от него смотрите снова это пара Диновский сыграл на опережение все-таки Кобелев у него этот мяч выцарапал вот такая борьба это уже Гертиков борется с Аршавиным вот так парами бегают футболисты по-моему сейчас Лысенко подталкивал горового в спину вот была дуэль в воздухе я оставил это без внимания Диновский не щадят ни себя ни соперника вот по этой дуэли Диновску с угаром то же самое могу сказать Кержаков не успевает подобрать вот мяч уверенно Лайзенс сыграл и аут аут будет вбрасывать Ефтиков и нам снова показывают трибуны Петровского безпожарная машина на всякий случай дежурят всякое может быть об этом говорит история встреч вот в частности на стадионе Петровский Мандрыкин я уже сказал что он приглашен в молодежную сборную для участия в игре со сборной Швейцарии сразу несколько сегодня футболистов на поле в составе той и другой команды на которых обратил внимание Валерий Газаев главный тренер нашей молодежной сборной но это вот Мандрыкин я уже сказал СЦСК защитник армейский Ефтиков хотя он получил в предыдущем матче желтую карточку молодежную чемпионат Европы пропустят но на сбор тем не менее вызван а кроме того Зинитовец Аршавин Кузьмичев СЦСК и Гогнев СЦСК вот те футболисты которых пригласил Газаев в молодежную сборную я имею ввиду футболисты из числа тех кого мы видим сегодня на поле Кобелев очередная хорошая передача в направлении спивака ждал уже готовился принять мяч Кержаков вот посмотрим повтор комбинации спивак хорошо навешивается Едеменко неудача неудача для армейцев рикошет Кержаков пытался пробить поворотом Лепекин справа не просто приходится защитникам СССР кстати когда я говорил о большом числе травмированных футболистов я же не упомянул еще отсутствующего по идее в этом играют в сборную Узбекистана и поэтому сегодня его здесь нет о как хорошо Симак сделал передачу Юновскому и удар поворотом еще один удар мы наверняка увидим повтор потому что это был очень хороший удар Лепекин получился такой стиль Роберто Карлоса мяч вроде полетел прямо по прямой и в последний момент изменил направление полета посмотрите Витя раз сделал движение в один угол Малафеев мяч изменил направление ну и потом повторный повторный удар Губниева уже мимо ворот да общественно российское телевидение продолжает трансляцию со стадиона Петровский Зенит играет в ЦСКА подходит к концу первый тайм счет 1-1 и мы благодарим нефтяные компании Лукойл ТНК Юкос и Скибнев за помощь в организации этой трансляции совсем немного осталось до конца первого тайма и я еще раз напомню что счет в сегодняшнем матче открыл Симак он это сделал на 20-й минуте а 9 минут спустя на 29-й Деменко счет сравнял и вы смотрите что здесь происходит это уже конфликт капитана интересный такой конфликт по созвучию Симак Сивак такое характерное движение головой и сейчас судья да вот видите сейчас судья устным предупреждением ограничивается и Симаку что-то сказал и вот сейчас выговаривает Сиваку Кобелев вернул мяч назад Аршавину Аршавин навешивал слева фланга пришел сюда налево но мандритель несмотря на то что ему солнце мешает сыграл уверенно Кобелев сейчас заработает предупреждение ну что нет уважения к тирану нет это я сутью иронизирую конечно Кобелев слышал Кобелев слышал листок был подлинг плотов другое дело летят мандарины по-моему на поле какие-то куски от Бублика летят в трибунах в сторону судьи Егорова мне трудно сказать было ли положение в Негре но в любом случае наверное Кобелев не должен был продолжать атаку после слезка и в любом случае не должен был так реагировать все-таки проявить какую-то сдержанность нужно было ошибся боковой судья или нет с определением положением положением в Негре мне вот в этом эпизоде сказать сложно хотя стадион трибуна негодовали считают что апсайда не было а Кобелев в принципе выходил к воротам вот он снова с мячом Деменко Деменко нет нет и уже решение другого бокового арбитра вызывает недовольство трибун но Деменко ведь упустил мяч за линию вот он на ваших экранах мощный футболист мы помним что в свое время он привлекался и в сборную России правда не смог там себя проявить но так или иначе все еще впереди все впереди для нашей сборной и я уверен что если мы пойдем на чемпионат мира Японию Южную Корею для этого нужно выиграть 6 октября в 5 стартов то будет просмотр и резерв в сборной тоже а тем временем закончится первый тайм и 1-1 С детских лет смотрел болел раньше играл играл конечно играл что-то раньше только играли что в футбол летом и зимой зимой и летом весной и осенью то есть в любую погоду еще в детстве когда мы с ребятами играли в футбол я бегал и комментировал и когда я бываю в Москве обязательно играю два раза в неделю мы каждое воскресенье играем обязательно потому что это адреналин который без него нельзя если бы за рулем хендай время внезапно остановилось и в момент озарения вы увидели всю свою жизнь как путешествие вдоль дороги разве не захотели бы вы чтобы это путешествие было безопасным удобным и надежным хендай стоит только пожелать моторное масло лукойл не бери кота в мешке бери настоящее телефон горячей линии 095 9737063 что мы делаем когда собираемся вместе это пиво пьем какое пиво ясное дело продвинутое наше любимое светлое с отличным освежающим вкусом так что у нас никогда не возникает вопроса какое пиво пить возникает другой вопрос а кто идет за Клинским похоже самый меткий кто идет за Клинским чипсы Эстрелла с нами не соскучишься пиво толстяк отменное пиво из отборного ячменя и хмеля пиво толстяк просто создано для хорошей компании его великолепным вкусом можно наслаждаться бесконечно и с в компании с толстяком время летит незаметно поехали Итак, первый тайм закончился со счетом 1-1. Арбитров увели в поле под охраной, потому что в них полетели какие-то предметы с трибун. Я об этом уже говорил. Вы видите повтор забитых мячей. Вот Кузьмичев делает передачу Химаку. Гогнев не тянулся до мяча, и Химак направил мяч в сетку. И сейчас мы видим ответный мяч, который забил Деменко после передачи Аршавина. И коротко, подводя итог первого тайма, я должен сказать, что мне Денис понравился больше. Вот этот гол, который забил паса Кузьмичева Химак, выглядел для меня как некая одноразовая акция. В то время как мяч, который забил Деменко, все-таки результаты каких-то полномерных и достаточно красивых атак. Большинство из которых было по левому флангу, но в данном случае все было через центр. Вот видите, как Аршавин делает передачу Деменко. И очень здорово, что называется, положил мяч в шестерку. Все правильно здесь сделал вратарь Мандрыкин, перекрыл угол обстрела. Но не всякий угол обстрела перекрывается, показал нам этот эпизод. 1-1 после первого тайма. Общественное российское телевидение продолжает футбольный репортаж из Санкт-Петербурга. Сегодня здесь, в 26-м туре чемпионата России, играют «Зенит» и «ССК». Играют на стадионе «Петровский». При переполненных трибунах 22 тысячи зрителей, все билеты проданы. На 20-й минуте Химак открыл счет, гости повели 1-0. На 29-й минуте «Зенит» отыгрался, счет сравнял Деменко. Левее по «Мэн». Партнер российского футбола. Что позволяет двигателю работать слаженно, легко и удивительно ровно? Качественное моторное масло. Масло «Лукойл Люкс» награждено знаком 100 лучших товаров России и сертифицировано Американским институтом нефти. «Лукойл» – знак качества моторного масла. Так бьется твое сердце и сердца тех, кто рядом. Так взлетает птица и ложится на Землю лист. Так летят по орбитам планеты. Так прыгает эта пробка. И жизнь прекрасна, пока прыгает пробка. Если бы за рулем «Хэндай» время внезапно остановилось, и в момент озарения вы увидели всю свою жизнь, как путешествие вдоль дороги, разве не захотели бы вы, чтобы это путешествие было безопасным, удобным и надежным? «Хэндай» стоит только пожелать. Вот трясающее качество изображения. Миг победы с телевизором «Витязь». Опачивают деловые люди. Честь им и хвала. Руководители этих компаний поняли значимость футбола для страны в целом. Даем большой плюс и уважение. Главное, чтобы показывали хороший футбол. Главное, чтобы его показывали. И люди с удовольствием смотрят это все, и молодежь в том числе. Футбол – игра народа. Надо, чтобы смотрела вся страна. Ну, иду домой сейчас, смотрю. И так, команда на поле начинает «Зенит». После первого тайма счет в матче с ЦСКА 1-1. И на первый взгляд замен у нас нет ни у той, ни у другой команды. Хотя в резерве, в общем, есть кому выйти на поле. Продолжая анализ первого тайма. Вот сейчас, простите, Деменко идет вперед. Автор ответного мяча. Должно сказать, что, ну, не ставили каких-то серьезных таких задач перед защитниками хозяев поля армейцы. И, тем не менее, в отдельных эпизодах настораживала игра защитников «Зенита». Чувствуется отсутствие Алексея Игонина. Его не хватает. Говорят, что он отправился от травмы. Он в запахе, может быть, еще и выйдет на поле. Ну, и травмирован Валерий Цветков. Один из лучших защитников «Зенита». Это вообще по рейтингу «Спортэкспроза» лучший левый защитник по оценкам газеты. Опережает она Ковстана, Игнашевича, таких грандов. Вот. Так что, это я к тому, что рассуждал я много о проблемах в обороне ЦСКА. Нет того, нет того. Но и не без проблем в линии защиты «Зенита». Да, и ты, ты, я убеждаюсь в том, что замен нет. Вперед идет по левому флангу «Зенита». Перевод в центр. Это уже сыграл Кузьмичев. И Симака не получилось. Четко против сыграл Деменко. Атака левым флангом. Активный «Спивак». Один из лучших в составе «Зенита» в первом тайме. И снова делал передачу Кержакова. Но на этот раз прервал по Аплайтон. Кобелев. Хорошее взаимодействие у них со «Спиваком». Кержаков обрывает мяч. Ну, как всегда, как в каждом матче, активен Кержаков. И все-таки я должен сказать, и, наверное, болельщики «Зенита», которые чаще ведут свой любимый клуб, чем вижу его я, нужно признать, что Кержаков все-таки сегодня не тот. Пока не тот. То есть и сказываются последствия травмой, которая едва не помешала вообще ему сегодня выйти на поле. Очередное нарушение правил. Сегодня игра проходит очень жестко. Павел Фабирин на ваших экранах. Но один из лучших тренеров нашего футбола. И вообще харизматическая фигура, особенно для Санкт-Петербурга. «Зенит чемпион». Этот лозунг, прежде всего, связан, наверное, с именем для питерсов, с именем Павла Садырина. «Оксипиан» выбил мяч в аут. Он довольно надежно подчищает сзади. Кузьмичев. Луценко оставляет мяч Кузьмичеву. Но тут Юркюгаров не дал сыграть. Все кончил тем, что мяч отключил Кобелеву. Кобелев возвращает Угарову. Справа открывается Аршавин. Переди по центру Кержаков. А пас следует, естественно, Спиваку. Все тот же левый фланг. Спивак обыгрывает Рахимича, подает. Ну вот, можно было пробить и потехничнее. Хотя, конечно, заслуживает такой симпатию, заслуживает уважение. Вот такое желание сыграть красиво, эффективно. Но такой получился какой-то полуножницы получились в исполнении Кержакова. Кучили цвет на стадионе Петровский. В атаке ЦСКА. Аршавин. Вот, видите, к прессингу стал прибегать и ЦСКА тоже. Я говорил, что это не армейская, в принципе, игра. И не всегда у команды Павла Садыри на физических сил хватает на то, чтобы применять прессинг. Но вынуждены они это делать, потому что очень эффективно этим приемом пользуются Зенит. Вот чем кончается прессинг. Кончил с тем, что Гогнеев... Гогнеев сегодня напротив на предупреждение. У него постоянно претензии к арбитру. И вот сейчас, видите, он так ударил по ногам Лепехина. Возыграли штрафной. Кобелев пытался кинуть мяч к тому же Лепехину. Гогнеев. Лысенко. И у него справа открывается Ранжелович. Ранжелович получает мяч. Пас Гогниеву. Но четко все сделал Катульский. Помните гол Катульского. Решающий гол ворота Московского Спартака, когда Зенит выиграл здесь у чемпиона, у лидера нашего чемпионата. ОРД транслировала ту встречу. Но тогда Катульский вышел на замену. И забил важнейший гол. Пивак пытался запутать такими быстрыми движениями Лайденса. И закончилось угловым. Чем не согласен Лайден? Ну, совершенно очевидно, что Лайден задел мяч, прежде чем тот ушел за линию поля. Но Лайден намекает судья на то, что упал-то он не без помощи соперника. Яновский хорошо сыграл головой. Чем закончилось аутом. Будет бросать поболисту Дениду, сделает этот пивак. Народов у кромки поля. Смотрите, технику демонстрирует Аршавин. Игрок в молодежной сборной России. И сейчас предупреждения нет. Я бы сказал, что второй раз арбитр прощает сегодня капитана ЦСКА Тимака. Мне сказал, что можно было и предупредить. Пивак бьет. Попадает в спину Тимака. Атака продолжается. Хорошая подача. Но Беркетов выбил мяч из штрафной. Обороняются армейцы. Еще один угловой. Поднимает руку Яновский. Извинился перед Скобелевым. Но сыграл достаточно жестко, хотя без нарушения правил. Скобелев будет подавать угловой. Вот сейчас, примерно еще, наверное, минут через 10 станет ясно, действительно ли вот такой серьезный у Дениса превосходственный ЦСКА уровень физической подготовки, о котором говорили перед этим матчем. Посмотрим. Пока что Денис перехватил инициативу. Дарт пытался сейчас пробить поворотом Лепехин, подключившись в атаку. Еще один угловой. И снова Кобелев. Подача. Атака продолжается, хотя Лепехин проскочил мимо мяча. Снова Кобелев навешивает. И Лепехин в третьей попытке. Не зря мы обращали внимание на его подключение. Три передачи подряд Кобелева были адресованы именно Константину Лепехину. И вот должны были обратить внимание на это футболисты ЦСКА. Должны были. Но, видимо, они считали Лепехин не серьезным соперником в борьбе на втором этаже в своей штрафной площади. Не знаю. Но вот так дали ему фактически три раза сыграть. И третья попытка увенчалась успехом. Зенит, проявляя волю к победе, выходит вперед. Итак, Тимак на 20-й минуте. ЦСКА открыл счет на 29-й. Деменко сравнял. И вот гол Лепехина. Притихли болельщики ЦСКА в их секторе и ликует Петровский. Я еще раз вам напомню. Но сегодня Локомотив играет с Соколом. Локомотив главный соперник Зенита. Локомотива 45 очков. У Зенита 43. И в случае, если что-то там произойдет с Локомотивом, эти будут неудачи, а Денис здесь выиграет. Денис может обойти Железнодорожников. Но это все такие рассуждения на уровне предположений. Все больше, что вы, наверное, уже знаете, как закончился матч Локомотива с Соколом. И снижая темпа, продолжает свои атаки снова левым флангом. Зенит. И можно бить по воротам. И великолепный гол. Великолепный удар и гол Катульский. Катульский. Мы вспоминали сегодня его гол в ворота Спартака. То был другой мяч, забитый штрафной площади. А теперь тайный удар Катульского и 3-1. Неужели действительно сказывается вот это самое превосходство в физической форме? Но, во всяком случае, ЦСКА вышел на второй тайм каким-то подавленным. Чем и воспользовался Денис. Беспрерывно атакуют футболисты с белых майках. Смотрите, снова претенгуют. И уже 3-1. Только что, если не ошибаюсь, там у нас на табло 58-ая минута. Забил Лепехин. И вот гол Катульского. 3-1. И прекрасная заявка на победу. Денис может набрать 46 очков. Напомню, что у Локомотива пока 45, у Спартака пока 49. Спонсоры трансляции матчей Чемпионата России по футболу. Нефтяные компании «Лукойл», «Сибнефт», «ТНК», «Юкос». Беркетов пробил штрафной Катульский и вынес мяч из своей штрафной площади. Можно сказать, что гол Катульского был необязательным. Ударил издали слету, не выручил Мандрихин. Слегка только задел мяч кончиками пальцев. И все-таки я вот вам должен сказать, и говорил я об этом, подводя итог первому тайму, этот гол закономерный к своей незакономерности. Денис явно перехватил инициативу. И снова пас налево. Смотрите, как распирается с Кимаком, с Кивак. И идет дальше-дальше. Но сейчас будет желтое Кимаку. То и сейчас простит его Нижегородский судья Егоров. Я очень хорошо отношусь к Сергею Симаку. Но потом мне друг, ну и все на дороже. Хватил за руку соперника. Момент был не то, что стопроцентный голевой. Но могла возникнуть опасная ситуация. Это был очень рядом с линией штрафной. Но так или иначе, желтой карточки нет. О чем сейчас, наверное, Кобелев беседует с Егоровым. Но Денис получил правом довольно опасный штрафной. Потому что мы сегодня уже не раз видели, как может и Кобелев, и его партнеры навешивать мяч на ворота. Вот такой рывок. Так линии штрафной сделал Аршавин. Кобелев не обращает внимания. Замах опас. Деменко пьет. Спасает команду. И еще один гол. Вы смотрите, какой момент. Спас команду Мандрыкин, но ему не помогли партнеры. Киржаков этот мяч забрал. Окончилось все тем, что Лепехин, все тот же Лепехин, добил уже второй мяч в сегодняшнем матче. Да, это разгром. Разгром ЦСКА на стадионе Петровский. Вот смотрите, хороший удар Деменко. Отбивает мяч перед собой Мандрыкин. Заслуживает претензии. Там не сыграл, вот повтор мы до конца не посмотрели, там не сыграл Яновский, по-моему, на последнем рубеже. Думаю, что нам покажут еще этот момент. Да, конечно, Кобелев делает передачу Деменко. И сразу несколько ассистентов. Вот у этого забитого мяча. И один из ассистентов, увы, для армейцев. Их игрок Яновский. Как обокрал Яновского, нерасторопного Киржаков. Мяч в результате попал Лепехину. И еще один мяч. У нас, по-моему, табло даже не справляется. 53-й Лепехин, не 58-мая была, 53-й Лепехин, 54-й Катульский. И вот сейчас появится время на табло, когда был забит тем же Лепехином 4-й мяч. А Денис хочет забить и 5-й. Киржаков. Прострел. И пятый мяч в воротах ЦСКА. Такого Питовский давно не видел, если бы вообще видел когда-либо. Это Кобелев направляет мяч в ворота. Да, 5-1. ЦСКА просто разводился на глазах. Это команда, у которой была потрясающая, ну, при большом количестве ничьих, потрясающая беспроигрышная серия с 19 матчей. Потом было вроде бы случайное поражение от Локомотива. Потом ничья с Токолом. И никто не мог предположить, что 1-5 от Зенита. А у Зенита получается все. И, в общем, еще и мяч отскакивает так, как он должен отскакивать для того, чтобы игроки Зенита его направляли в ворота. Да, Кобелев. Лепехин забил на 56-й. Смотрите, что делается. 53-й Лепехин, 54-й Катульский, 56-я Лепехин. И где-то около этого Кобелев еще. 5-1. Исход матча Ясин. Игра по правилам. Я говорил о том, что исход матча Ясин. Ну, хотя бы потому, что ЦСКА не Манчестер Юнайтед. То Манчестер Юнайтед может пропустить 3 мяча в первом тайме, а потом забить 5 во втором. В момент этой игры мы покажем вам завтра в программе на футболе этой игры чемпионата Англии. Очень интересно было. 5-1. И у ЦСКА наконец-то готовится замена. Потому что Нусадырин понимает, что что-то надо менять. Киржаков сделал передачу Аршавину. Прервал Епсиков. Там у кромки поля появился Филипенков. Сергей Филипенков. Ну, из нападающих еще есть Монорев, из нападающих Куриф, который правда сейчас играет в основном полузащитника. И вы знаете, Кобелев бьет в перекладину. Бьет в перекладину после великолепной передачи Аршавина. Ничего не может поделать ЦСКА вот с этим фланговым проходами. Ни Спивака слева, ни Аршавина справа. Просто какая-то беда. И Кобелев, да, пробил в перекладину. Заменили Ранжеловича. Вместо него, как я уже сказал, на поле вышел Филипенков. Кимак сыграл головой. Там Лепетин хорошо. В центре обороны. 5-1. 5-1. Зенит выигрывает на своем поле. И вряд ли даже самые оптимистично настроенные болельщики Зенита на такое рассчитывали. Все-таки это ЦСКА. Все-таки это звездная команда по подбору игроков. Но команда звезд пока не стала командой-звездой. Это очевидно. Мы уже начали говорить в ЦСКА как о супер-клубе. Видимо, преждевременно. Начали говорить в том, что это, пожалуй, единственная команда, которая у нас имеет два полноценных состава. О том, как это здорово, если ЦСКА, вот имея такой подбор футболистов, получит возможность играть на будущий год в Кубке УФА. Но уровень игры не соответствует уровню и потенциалу, наверное, уникальных ЦСКА игроков. Но посмотрим. Гол престижа. Хотя гол престижа уже был забит в сегодняшнем матче. Напомню, что он был забит первым. ЦСКА выигрывал 1-0 после удара Симака. Но вот Филипенков хорошо все делал и хороший обыгрыш. И сбил поворотом. Нет, это был не рикошет от ноги защитника. Это был удар-поворот. Он так перебрасывал Филипенков через ватаря. Но получил-то через перекладину. Ну, не могу. Пришло время большого футбола. Лукоил, Сибнефть, ТНК и Юкос дарят вам красивую игру. Игру по правилам. Игра продолжается. Я не могу оторвать глаз от табло. 53-й Лепехин, 54-й Катутки, 56-й Лепехин, 58-я Кобелев. И идет вперед Зенит. Кстати, еще о цифрах. Получается, что недостаточно для того, чтобы создать команду, которая сразу бы заиграла. Недостаточно выложить миллион долларов за ватаря. Как по нашим данным, выложить за Мандрыкина. И достаточно заплатить за нападающего Ранжеловича полтора миллиона долларов. Нужно еще, чтобы эти игроки притерлись друг к другу. Чтобы команда заиграла, как команда. Нет, нет. Мяч ушел за боковую линию. А, он будет бросать Денис. Вот, смотрите. Да. Не успел. Немножко не успел. Это был Кузьмичок на ваших экранах. Но ведь в траурной повязке на рукаве футболистов ЦСКА память о Сергею Перкуне погибшем в авторе армейского клуба. Хотите вспоминать матч в Москве 11 июня, когда в первом Куре ЦСКА из них сыграли 1-1. Вот тогда Перкун вышел на 46-й минуте на замену, заменил на Васадова. И это был блестящий дебют. Я имею в виду не этот матч, а вообще вот этот сезон, который так трагически закончился для молодого вовторя. Какое было блестящее начало карьеры. И такая трагедия. до конца сезона армейцы будут играть с траурными повязками, но помнить всего вратаря, я думаю, не будут всегда. И хотели бы, конечно, в память о Сергею Перкуне достойно завершить сезон, но вот пока что снова я обращаю ваше внимание на таблицу. покажут ТСК на седьмом месте. 38 очков снизу поджимает Сокол, который сегодня в Кеоргске играет с локомотивом. Сокол 35 очков. Зенит пробьет штрафной. Пад направлений Кержакова срезается мяч с головы Беркетова. Положения вне игры нет. Это атакует Аршавин. Поставил ногу Евтиков главой и пришло время выпустить нападающего выпускают. Максим Астатьев сейчас появится на поле в составе Зенита. Но, в опять же случае, об этом игроке много было разговора. посмотрим, что вот в этой ситуации он сможет показать. Я думаю, что может быть, может быть, учитывая травму Кержакова, именно 11 номер Дениса покинет поле. Но посмотрим, это решать не мне и не нам это решать Морозову. Семак. Налево. Из мячов. Хорошо, против него сыграл Остепян. Остепяна мы видели в роли крайнего защитника. Вот сейчас он на этой позиции действовал. Но сейчас отставить Зенита это чистильщик, свободный защитник и хорошо справляется своими обязанностями на этом месте тоже. Кержаков ждет передачи от спивака. Хорошо открылся Деменко. Бежит за ним Филипенков и аут. Вот сейчас время, чтобы произвести замену. И так отставьев и невысокого роста такой юркий футболист. Ну, посмотрим. Нет, судья не обращает. Вот сейчас обратил внимание кто уйдет в поле у Дениса. Да, вот как мы и предполагали Александр Кержаков. Сейчас, конечно, будут овации трибун, потому что трибуны лучше, чем мы с вами знают предысторию всего этого дела. с незалеченной травмой Кержаков вышел на поле и трибуны стоя провожают поле своего любимца. Игра по правилам. И вот юный 19-летний Максим Астафьев вышел на поле. Нет, очевидный. Конечно, очевидный штрафной, потому что сейчас Лайденс подыграл себе рукой. Я бы на его месте не спорил, потому что вот за одну только игру рукой в такой ситуации. А играл он рукой срывая атаку Зенит, он мог получить желтую карточку. Но тут еще спорят с арбитром. Спивак пробьет еще одна замена УТСК, готовится удар в нижний угол и сейчас выручает свою команду Мандрикен. Вот Спивак бил поворотом в нижний угол. Очень хорошо. Все получается сегодня у этого полузащитника. Скоро проходы и удары. И вот навет и Беркетов выбил. Кобелев не получился удар таким, каким хотел, чтобы он получился. Кобелев Мандрикен бьет вверх. Кобелев не впечатляет сегодня. Семак пас налево Кузьмичеву. Семак капитан Семак пытается завести своих партнеров. Сколько раз мы это видели в матче, когда у СССР ничего не получается, когда СССР проигрывает, терпит неудачу. Именно Семак оказывается тем человеком единственным последним, кто еще сохранил надежду, кто борется до конца. Малапеев не спешит. Даже заставил сюда прибежать Гогниева. И еще одна замена. Еще одна замена УЦСК. Но пока мяч в игре. Хорошую технику Аршавин демонстрирует. Вернул мяч назад Кобелеву. Назад, Нет, нет. Кобелев не захотел возвращать мяч назад, хотел сыграть более остро на Катульского, чтобы сразу завязать какую-то комбинацию. Хотя можно было бы спокойно при таком счете откинуть мяч назад от Степяну. Но нет. В результате все закончил в потере мяча. Выпрыгивает. Прыгал сейчас выше Угарова Кузьмичев, но удар мимоворот. По-моему это там Монарев должен появиться. Я не вижу пока номер, но похоже да, 20 Монарев а заменит он Гогниева. Ну, тоже мы предвидели и эту замену. Двух твоих нападающих поменял Павел Садырин. Видите, что не получается вот в предыдущем матче СССР с Сатурном был супер атакующий вариант у Садырина и 0-0. А там были и Монарев и Кузьмичев и Кулик и Ранджелович и Симак и потом выходил и Гогниев и Филипенков То есть много нападающих со звучными именами так досует их пытаясь как найти оптимальный вариант Садырина и вот видишь что-то не получается. Но посмотрим как будет действовать этот дуэт. Сейчас Филипенков уже на поле и вот сейчас вышел Монарев неплохо красиво и эффективно сыграл Кузьмичев а вот передача не получилась Улутенко Кобелев на левый план Сивак неутомимый Сивак идет сближает Усперкетовым сделал передачу поборолся за мяч Остапьев Ну вот с хорошим настроем на борьбу при счете 5-1 вышел на поле Остапьев 19-летний футболист под номером 19 Это Кобелев Здесь Остапьев после второго возрождения тупой для 68-го года Меня очень впечатляет Я не знаю может кто-то не слышал мою фразу в первом тайме Я просто ее повторю Как-то это звучит очень убедительно Первый год в чемпионатах Советского Союза Кобелев забил аж в 85-м году У меня мурашки по коже от такого срока И смотрите бегает один из самых активных в составе Дениса Вот сейчас если бы не поскользнулся обыграл бы Яновского Катульский как прервал здорово передачу и потом мяч уже в прыжке Деменко Деменко спас на Аршавина Все подбирают из генитов И смотрите Аршавин Вот наша надежда молодежная сборная Обыграл троих Пробил поворотом правда не сильно Мяч попал в голову Уберки от того Но идет Вобыгрыш На последнее время очень часто говорим о том что нет у нас нападающих такие как были в прошлом которые шли на защитника а если нужно на двух на трех защитников А так в случае пытались а часто обыгрывали И вот посмотрите на Аршавина Андрей Аршавин Угарову Некому бросать Наконец открылся Атафьев Вдвоем его атакуют Пришел Лайзенс на помощь Беркетову и вдвоем отобрали Лайзенс сильный пат Тот же Симак а рядом с ним Монарев Монарев скинул Симаку но нет Катуйский Катуйский Мало того что он здорово подключается в атаку и забил красивый мяч сегодня он в защите все делает уверенно Монарев будет бросивать аут нет нет продолжения но посмотрим Беркетов надет такую по диагонали и Монарев скидывал мяч Симаку Симак пробил выше Спонсоры трансляции матчей чемпионата России по футболу нефтяные компании Лукойл Сибнефт ТНК Юкос Вот смотрите сегодня две манеры игры ЦСКА в основном пользуются такими диагональными передачами через все поле и они себя не оправдывают Денис играет флангами навесными прострелами и забил уже пять мячей не все в результате таких проходов но тем не менее тем не менее вот смотрите Аршавин как борется претенгует нарушение правил не было показывает судья Рахимич там был и ептиков вдвоем они остановили проход Аршавина нарушение против Кобелева пробьют зенитовцы угаров у мяча вот смотрите как здорово Аршавин отбирает мяч у ептикова и могло быть продолжение этой атаки а вот смотрите спалит спалит сейчас Рахимич и должен получить желтую карточку неожиданно неожиданно Сивак оказался на правом фланге сыграл напорец наверное все-таки он лучший сегодня поставить дни я не знаю как решат столицы журналисты в итоге но очень солидную игру сегодня демонстрирует Сивак арахимич получил предупреждение пробьет кобелев там штраф но уже кержакова нет кержаков заменен но вот молодой отстать вместо него кержаков тоже не старый нравится касательно оба не 82 года лепехин бил и клепехина это было бы неплохо неплохо для этого защитника для игрока такого амплай центральный защитник Денита сегодня уже два мяча послал все в поворот Мандрыкина никак не радоваться болельщикам Денита вы знаете наверное вот такое развитие событий и такое преимущество Денита оно предопределило какое-то относительное спокойствие на трибунах вы помните что было при счете 0-1 при счете 1-1 и уже там ОМОН включался в игру и петарды мы видели а сейчас как-то прикипли особенно болельщики СССР и снова навес неутомимого но неутомимый это сегодня относится кого не возьми из футболистов Денита этот цепитет можно применить к любому возьмите Сивака возьмите Аршавина и вычат он тоже навешивал и мог пробить поворотом и собственно удар поворотом наносил Астафер но мимо Сивак Телепенков Фома армейцы помимо всего прочего помимо того что они проигрывают матч Дениту по всем статьям как-то и потеряли надежду но надежда действительно какая надежда включить 1-5 но потеряли стремление забить один мяч сократить разрыв желание гораздо больше действий зенитовцев но вот смело пошел защитника Паршавин но сейчас мяч потерял а вот Монарев Монарев со свежими силами не знаю можно ли подпрыгнуть принять этот мяч технично на грудь так продолжить атаку мне трудно советовать нападающим в этой ситуации так или иначе он пробил головой а с такой дистанции ну сложно головой забить не обладая ударом Карухина ну о спокойствии на трибунах по-моему я заговорил рановато вот там где расположили динжерский ультраз это за правыми основными воротами сейчас за воротами мандрыкина какой-то дым и такое некое подобие пожара даже там ОМОНовцы но нужно пожарных туда заслать ОМОН то что ОМОН пожар не пожатишь и мак очередной прострел вот сравните прострелы и действия армейцев в таких ситуациях прострелами выверенными прострелами подачами Аршавин стоял на ногах вы смотрите и в итоге сделал передачу отставь его сказал все проигран уже дуэль отчетов была не дуэль против Аршавина было два защитника ЦСКА и он в положении полулежа все-таки прокинул мяч оставь его может Аршавину отдадим титул лучшего игрока сегодняшнего матча не знаю я весь в метении сомнения Аршавин подает сейчас не получилось но напуганный до смерти перепуганный действиями спивака на левом фланге филипенков слайд мяч за линию ворот совершенно неоправданно в этой ситуации и спивак будет подавать угловой это 13 угловой ворот ЦСКА и шестой гол и его забивает Аршавин но вот так вот вот вы видели логику этой ситуации филипенков испугался спивак удачно играющий спивак завладеет этим мячом выбил мяч на угловой спивак великолепно выполнил очередную подачу с угла и Аршавин шестой мяч в ворот ЦСКА неплохой матч вам показываем согласитесь друзья даже для такого позднего времени это очень неплохое развлечение 6-1 это был 13 угловой как я уже сказал совершенно не собираюсь ничего предсказывать ворот ЦСКА при том что ЦСКА как подсказывает мне редактор нашей трансляции Сергей Кулакин не подал ни одного углового поворот Малафеева я даже на это внимание не обратил на такой 13-0 это почти так же удивительно как 6-1 угаров сильно бьет на левый фланг нет не пошел там очевидно Беркетов был первый у мяча и поэтому Кивак не пошел Аптепиан снова подчищает четко аплодисменты трибун повтор шестого мяча ворота ЦСКА вот видите всех опередил но он засиделся конечно Кузьмичев из-за спины Кузьмичева выскучил Аршавин и пробил аплодисменты президенту Венита Муско он держит ему Александр Розенбаум ни много ни мало и даже вот это не получается у ЦСКА казалось бы мячу уже некуда деваться и когда казалось бы уже ну не за что бороться и там жертвовать здоровьем на линии ворот но Аптепиан выносит выносит мяч в линии первой угловой подает ЦСКА при счете 1-6 и снова Аптепиан сыграл Деменко Денис сегодня хорош как команда и очень здорово индивидуально все играют посмотрите что Деменко что Аптепиан помимо тех футболистов которых я уже отмечал не раз игра по правилам да футболисты Зенита претенденты на медали чемпионата у них становится после 25 матчей 46 очков не знаю как закончились матчи Спартака и Локомотива Спартака было 49 и Локомотива 45 и Денис демонстрирует что потенциал очень и очень высок у питерской команды и снова Аптепиан не дает сыграть не дает сыграть Монареву там на последнем рубеже Аршавин смотрите крупным планом сейчас был Тимак сыграл стенку Кузьмичева но Кузьмичев устал устал я вижу даже вот по походке Кузьмичева будь он посвежей конечно пошел бы на эту передачу откликнулся бы на эту передачу Снимака а так относительно серый только Снимак опять почему потому что мы видим на поле УССК Малапеев защитники его только что выручили а конкретно Аптепиан но Малапеев сегодня так особо и не приходилось выручать свою команду в первом в первом тайме так выражали мы опасения по поводу состояния оборонительных порядков Зенита а там все в порядке оказывается и вот в этом эпизоде когда Катульский сыграл в подкате да и в атаке как как в атаку подключаются зенитские защитники но наверное все дело в том что вот нет прессинга нет достаточного давления со стороны футболиста ЦСКА на ворота Зенита это развязывает руки и ноги одновременно защитникам хозяев поля а вот уже шанс Постафьева ну нет мяч слишком сильно отскочил первым был Мандрекен Беркетов как-то не покидает у нас сегодня свою позицию последним защитником но мы знаем что он может пойти вперед но они вернее так последним защитником может быть они чередуются да они чередуются время от времени так с Лайзенсом такая взаимозаменяемость но которая сегодня нисколько не помогает ЦСКА там еще одна замена еще одна замена там человек похожий на Горшкова временем Остепиан контролирует мяч ну что наконец футболисты Зенит успокоились решили что можно позволить тебе подержать мяч нет но ведь есть еще ненасытный отстафьев он еще не забил сегодня так посмотрим на секундомер ну я думаю что что минут 5 наверное осталось до конца этого матча напомню 6-1 Зенит выигрывает ЦСКА и перечислять автора забитых мячей на табло уже нет еще есть место немножко места на табло осталось еще осталось для голов ЦСКА ну вот посмотрим удастся ли Филипенкову нет и Малапееву дали отличиться соперники хорошо сейчас играл вратарь Зенита вовремя вышел из ворот так Тимак отрыл счет сегодняшнего матча а потом были голы Деменко в первом же тайме а потом Лепехин Косульский Лепехин Кобелев и Аршавин завели еще пять мячей 6-1 в пользу Зенита Кобелев тут только скилы берутся Веркетов хорошо сыграл показывает что он действительно один из тех футболистов которым можно связывать будущее ЦСКА в следующем сезоне Кузьмичев по флангу против его угаров Кузьмичев играет с Тимаком там открывался Лысенко но сложно было делать передачу красиво красиво все сделал Тимак хорошо навесил на ворота сбил Монарев но удар не получился вот посмотрите но повторяю Тимак не теряет надежды и замена да действительно это Александр Горшков выйдет на поле вместо Горового но надо обратить внимание на то что фамилию Горового я сегодня не так часто называл как фамилии других футболистов в составе Зенита но он сыграл незаметно но тоже очень надежно так в середине оттягиваясь назад там на левом фланге и будет перегруппировка сил вот эти поздравляют тренера поздравляют футболисты это вот как раз Борис Горовой был на ваших экранах Горшков вышел на поле и сразу вступил в игру выиграл дуэль в воздухе два двадцатых здесь сошлись монарек но его подталкивал Катульский торопится футболиста ЦК нет уже не торопится чем-то не согласен Копперев отодвинуть мяч знаете что интересно обратите внимание не ставят стенку футболиста Зенита но это известно дело в этом уже много говорили вообще об этом сейчас говорят мировом европейском футболе Оливер Кан братарь Баварии сказал что стенка не нужна что стенка решать и после стольких лет использовали стенки в футболе целый век играли по стенке может сказать пришел новый век и во старе говорят нам была не нужна как он только мешает всякие рикашеты вот это сказал Кан и вот вроде бы Денис решил тоже следовать этому принципу очень часто видим как при выполнении соперником штрафных ударов перед воротом Малосеева Кенка не выстраивается общественно российское телевидение продолжает трансляцию матча Денис ЦСКА Диона Петровский и если вы только что включили ваши телевизоры будут ошломлены Денис выигрывает 6-1 и сейчас Кивак может организовать еще один мяч нет Лайзен прервал ОРТ продолжает трансляцию и я должен сказать что мы благодарим нефтяные компании ВКОИЛ ТНК ЮКОС ИСИБНЕВ за помощь в организации трансляции Юрию Морозову все мало видите его команда выигрывает 6-1 а он у кромки поля какие-то дает указания но уже думая наверное о следующих матчах впереди непростые игры у Дениса в частности принципиальный матч и важнейший для формировки с локомотивом 12 октября здесь же в студене Петровский время атакует ЦСКА Монарёв выходил на ударную позицию но паз до него не дошел и вот уже спалил в атаке Рахимич вот такая бурная реакция трибун может быть вы слышали это снова это реакция на сообщение о других матчах по ходу встреч я думаю что результаты вы уже знаете сегодняшнего тура окончательные результаты атаке все-таки пытается забить свой мяч но против него сыграл Лайзенс а это уже Геновский три минуты добавил Игорь Егоров но это особо никого не волнует ни в этой ситуации ни ЦСКА ни Денис смотрите как здорово Остепиан играет разобрался хорошую передачу дал так на ход Кобелев удобно Кобелев вот такой замах изобразил нет Кобелев решил сохранить мяч вот и даже советую то же самое сделать характерным жестом то же самое сделать Максиму Деменко мол не торопись но хватит уже Котульский теперь на месте который недавно занимал Кобелев все тому же Кобелеву делает передачу вывлев снова Деменко ЦСКА уже не атакует он соперника полный сил Горшков чуть не упал от усердия ну что можно пройти и пробить правильно и удар удар в нижний угол и не забивает все таки свой гол Остепиан а бил поворотом между прочим Лепехин и как здорово бил мог быть хет-трик и мог быть гол Максима Остепиан вот смотрите дальний удар парирует мяч Мандрыкин а Остапев словно это выждал вот они так изучили манеру Мандрыкина конечно хороший был дальний удар но все таки так отбивать перед собой рядом нет защитников говорят что вот Мандрыкин не очень удачно играет на выходах но есть и другие пробелы в этом у этого в игре это бесспорно талант для вартаря согласитесь и кое-что мы видим в сегодняшнем матче хотя конечно защитники ему мало помогали Малафеев рискованно сыграл на Горшкова Горшков откинул мяч Лепехину Лепехин Аршавин Кимак Яновский нарушение правила видите Аршавин отрабатывает и сзади на голову его выше Яновский сейчас получил по ногам от Аршавина Кузьмичев разыгрывает с Яновским подсветом Мужики Маку Кимак нет здорово здорово сыграл Лепехин тоже претендент на звание лучшего футболиста сегодняшнего матча смотрите как забил два мяча да сейчас отработал в защите 6-1 великолепная победа зенита чем собственно мы и поздравляем питерскую публику питерских болельщиков они эту победу заслужили я говорю о том так сказать ажиотаже вот который здесь в Санкт-Петербурге хороший футбольный ажиотаж из Москвы по противоречивым данным прибыли от полутора до трех тысяч болельщиков ЦСКА готовились к игре по-разному кто-то из армейских фанатов вот так скомандовал по коням кто-то на глазах у жителей соседних со стадионом Петровский домов отрабатывал кричалки между зенитчиками и московскими гостями все было достаточно мирно что позволяло питерским стражам порядка даже отлучаться к кассам и как простым смертным приобретать положенные пять билетов в одни руки простые смертные тем временем ждали своего часа не подозревая что для них уже приготовлена вот эта табличка достойным ответом на аншлаг и впечатляющий футбольный бум в Питере стала воскресная игра зенита впрочем счет открыли гости с третьей попытки подряд Кузьмичев перебросил мяч через питерских защитников точно на ногу Симаку Садырин ликует но вы еще даже не подозревает что в итоге ждет его команду уже через 10 минут хозяева сравняют счет а пока вернувшийся в строй Деменко едва не забил с подачи Кобелева получилось со второго раза когда Деменко тонко ассистировал Аршавин 1-1 зенитовцы торжествуют а ОМОН привычно отправляется в армейский сектор впрочем страсти бурлили относительно недолго подогрел их пожалуй лишь коварный удар Лысенко который с трудом парировал Малафеев и все с началом второго тайма пришло время зенита три подряд навеса Кобелева на защитника Лепехина и тот в итоге вывел питерцев вперед через минуту другой защитник Катульский пробил в девятку и Мандрыкин успел лишь задеть мяч кончиками пальцев секундная стрелка сделала всего два круга и 4-1 это Мандрыкин парировал удар Деменко но Кержаков обокрал зевавшегося Яновского и вывел на пустые ворота все того же Лепехина фантастическую пятиминутку завершил Кобелев которому с фланга ассистировал Кержаков а за 10 минут до конца матча точку поставил активный Аршавин опередивший Кузьмичева 6-1 они на прошлом году тоже 4 нам загрузили и тоже так сказать было все нормально просто когда команда попадает в шоковое состояние понимаете когда одна команда играет правильно вторая неправильно ну вот бывают такие ситуации я думаю что Спивак сломал игру ЦСКА потому что с моей точки зрения Симак конечно не может противостоять Спиваку не в каком именно в этом плане Симак это Симак он руководитель команды он организатор команды он галеодор а играть в обороне он конечно не умеет